Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы собрались с близкими друзьями и рады, что вы к нам присоединились. Смотря эту передачу, ожидайте, что что-то произойдет. Возможно, вы нуждаетесь в исцелении. Вы можете исцелиться прямо во время просмотра, если вы высвободите веру в силу Божью. Сила Божья есть прямо у вас дома. Послушайте, Бог хочет вашего исцеления больше, чем вы этого хотите. Он жаждет исцелить вас. Для нас привилегия учить об исцелении. На этой школе мы берем все исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса, и изучаем их стих за стихом, потому что мы понимаем, что делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили. Разбирая эти места Писания, мы учимся не только принимать исцеление, но и служить исцелением другим. Послушайте, когда Бог исцеляет вас, у Него еще кто-то на примете. Он хочет, чтобы вы делились своим свидетельством. Он хочет, чтобы вы кому-то рассказали, потому что Он желает не только исцелить вас, но и использовать ваше исцеление, чтобы благословить кого-то еще. Бог хочет, чтобы вы овладели этим мастерством. Слово говорит, возложат руки на больных, и что произойдет, они будут здоровы. Итак, Бог дал право и поручил верующим возлагать руки на больных. Вы скажете, пастор Нэнси, я не служитель. Вы служитель. Вам нужно служить кому-то силой исцеления, возлагая руки на больных. Возможно, вы не тот служитель, который стоит за кафедрой, проповедует и учит, но вы служитель, который несет Божью исцеляющую силу другим людям. Поэтому вам так важно быть хорошим учеником в этой школе исцеления. Да, мы хотим, чтобы вы исцелились, но также, чтобы вы шли и распространяли в жизни других людей ту силу исцеления, которую вы получили. Это так важно. Иисус хочет всех нас превратить в исполнителей Слова. И это часть исполнения Слова. Пожалуйста, учитесь вместе с нами. Возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь. Не подходите к этому привычно. Учение Слова Божьего меняет жизни. Итак, мы занимаемся подробным изучением, и очень рады, что вы делаете это вместе с нами. В предыдущем эпизоде мы начали рассматривать шестую главу Марка с 53 стиха. Мы продолжим рассматривать эту историю. Но если вы пропустили предыдущий эпизод, посмотрите его, если можете. После просмотра этого эпизода вернитесь и посмотрите предыдущий. Это поможет вам понять то, что мы уже обсудили насчет этого местописания. Прочитаем Марка 6 главу с 53 стиха. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». В предыдущих передачах мы изучали отдельных людей, получивших исцеление. Это же был массовый крусейд исцеления. Здесь записано не просто одно исцеление, а исцеление множества народа в земном служении Иисуса. Конечно, это был не единственный раз, когда исцелилось множество народа, но мы можем чему-то научиться из того, как вело себя это множество народа. Вся церковная семья должна вместе отзываться на слово, получая что-то от Бога. Да, важно, как каждый из нас в отдельности ведет себя, но правильное поведение каждого влияет на то, насколько далеко пойдет все собрание. Вот что следует понять насчет Божьей силы и исцеления в контексте церковного служения. Служение и исцеление, любого служения, где учат Слову. Хорошее собрание зависит не только от проповедника. Хорошее собрание зависит от людей. Проповедник не сможет пойти дальше, чем люди готовы с ним пойти. И мы видим, что в Генессарете люди вошли с Иисусом в этот поток исцеления. Если бы они не пошли с Ним, Он не смог бы ничего совершить для них. Сила исцеления не могла бы течь через Него. Бог не мог бы совершить через Него то, на что Он способен без их сотрудничества. Важно сотрудничать с Богом на служении. Это важно. Вы скажете, «Если у Бога есть что-то для меня, Он просто даст это мне». Не обязательно. Люди думают, что все автоматически приходит. Но этого не произошло в родном городе Иисуса, Назарете. Иисус пришел и хотел благословить их, но из-за их сомнений, из-за их решения не верить, сказано, что Он не мог совершить там великих дел. Только на немногих больных с незначительными недомоганиями возложил руки. Почему? Он хотел сделать больше, но они не сотрудничали с Ним. Видите, сам Иисус, Сын Божий, помазанный силой исцеления, помазанный силой чудес, не мог сделать ничего сверх того, в чем люди были готовы с Ним сотрудничать. Вы скажете, «Боже Бог, Он может сделать что угодно». Если это так, почему Он не заставляет всех спастись? Он так не поступает. Он предлагает и делает доступным все самое лучшее. Но это все, что Он делает. Он никого не принуждает. Мы можем сидеть на служении, но если мы ничего не ожидаем, Бог не сможет ничего нам навязать. Нужно сказать, «Я хочу этого, Отец! Я хочу этого!» Аминь! Так важно сотрудничать с Богом. И именно этим отличалось генесаретское сообщество. Они сотрудничали. Мы не часто читаем о том, что целое сообщество было таким. Вы скажете, «Интересно, почему Библия не выделяет здесь ни одного человека?» Потому что очень многие получили исцеление. В истории женщины с кровотечением выделена только она, потому что в той толпе она единственная получила исцеление. Помните человека, которого опустили через крышу дома? Там сказано, что сила Господня присутствовала, чтобы исцелять их, но он единственный ее получил. И поэтому записано «Исцеление одного человека». Здесь же все сообщество сотрудничало. Это лучший вариант, не так ли? Когда не просто отдельный человек, а целое сообщество достигается. Я так ценю это сообщество. Они были светлым пятном на земле, не так ли? У них было почтение. Как и в предыдущем эпизоде, я хочу обратиться к Луки 5.1, Потому что очень важно увидеть, почему это множество народа так много получило от Бога. Ведь было столько толп, которые особо ничего не получали. Мы не читаем такого о каждой толпе, в которой присутствовал Иисус. Некоторые толпы получали больше, чем другие. Чем же отличалось это сообщество от других толп, которые столько не получили? Я верю, что это связано с тем, что записано в Луки 5.1. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, он стоял у озера Генесарецкого. Он был в том сообществе. И заметьте, он учил. И люди теснились. Они теснились. Они так сильно хотели слышать, что физически сжимали его тело. Толпа настолько теснила его на том берегу, что ему пришлось войти в лодку Петра. Именно там он вошел в лодку Петра, чтобы отплыть от людей, потому что у них была такая сильная жажда, что они давили на него физически. Ему пришлось войти в лодку и отплыть на какое-то расстояние, чтобы все могли слышать, что он говорил. Вот это жажда. Это почтение. Это уважение. И читая в 6 главе Марка о том, что они получили, так важно понять, что же их отличало. Их отношение к Слову. Их почтение к Богу. Они не просто хотели исцелиться, но услышать, что Бог хочет сказать в их жизни. Аминь. Спасибо Богу за исцеление. Бог хочет, чтобы вы были исцелены, но Он также хочет, чтобы вся ваша жизнь отражала самое лучшее, что есть у Него. Не только ваше физическое здоровье, но вся ваша жизнь. И у этого сообщества было такое почтение, что Бог смог очень сильно выйти им навстречу. Давайте снова прочитаем 53 стих и рассмотрим дальше 54 и 55. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители узнали Его. Это так важно. Они что-то о Нем знали. Что? Они знали, что Он целитель. Откуда они знали, что Он целитель? Они слышали, как Он учил. Они слышали, как Он учил. И, несомненно, они слышали о том, что происходило в других местах. Но они знали Его как целителя. Откуда нам это известно? Когда они узнали, что Он прибыл в их местность, они побежали и принесли больных. Никто не побежит за больными, не думая, что будет исцеление. Аминь. 55-й стих. «Обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно, было находился». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на очень дорогое мне слово. «Обижали». Здесь сказано «обижали всю окрестность ту». Какая жажда. Какое ожидание. Какая вера. Посмотрите, они побежали. Они не просто пошли в развалочку. Они побежали за другими людьми. Они думали не только о себе. Они думали обо всем сообществе. Послушайте, вам нужно быть умелыми в исцелении не только ради себя, но и ради других. Узнав, что Он там, они обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно, было находился. Подумайте, каким неудобством они себя подвергли, чтобы принести больных туда, где был Иисус. Поймите, в наше время есть транспортные средства, моторные транспортные средства. Мы можем положить кого-то на кресло машины и отвезти в другой конец города на служение. Это удобно. А они несли людей на постелях. Они шли пешком и несли людей на постелях. Требовалось несколько человек, чтобы отнести одного больного, прикованного к постели, туда, где был Иисус. И они были не против испытать неудобства. Почему? Потому что они что-то ожидали. Когда у вас есть вера, неудобство не проблема для вас. Вы поедете куда надо. Вы заплатите сколько надо. Вы меня слышите? Вы заплатите сколько надо, чтобы попасть туда, где есть помощь. Вера не считает деньги. Вера считает, что она может получить от Бога. Аминь. Итак, эти люди подвергли себя неудобствам. Заметьте, Иисус не шел к больным домой. Он сделал себя доступным для всех, кто захочет прийти. Любой, кто проявит инициативу, выйдет из дома и востребует эту силу, мог прийти. Иисус не ходил и не предлагал себя. Хотите, чтобы я за вас помолился? Хотите, чтобы я за вас помолился? Нет. Имеющий веру не ждет приглашения. Слово нас уже пригласило. Видя, что Слово предлагает все лучшее Божье, верующий проявляет инициативу, встает и идет. Аминь. Люди говорят, я не против, чтобы кто-то пришел ко мне домой и помолился за меня, потому что мне сложно выйти из дома. Этим людям было сложно выйти из дома, но они это сделали. Если вы верите, если вы на самом деле верите, что исцелитесь, вы будете не против неудобств, не против встать, выйти, отнести кого-то. Послушайте, больных приносили со всей той местности. Мы не знаем, сколько километров их пришлось нести. Неудивительно, что это множество народа получило чудеса. Они делали то, на что другие сообщества не были готовы. Я не знаю, как вы, но я хочу, чтобы Бог сказал обо мне, «Она сделает то, чего не сделают другие». Почему? Потому что я хочу то, что есть у Бога. Не ищите легких и удобных путей. Не важно, насколько будет легко или сложно. Просто делайте все, что вера побуждает вас сделать, чтобы получить от Бога то, в чем вы нуждаетесь. Аминь. Итак, они побежали и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. 56 стих. «И куда не приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах». Это не происходило где-то в дальнем углу. Так, чтобы иудеи не соблазнились. Это не происходило потихонечку, ради несогласных. Послушайте, кто-то принимал Иисуса и получал ответы, но лидеры иудейского сообщества гнали Иисуса заслужение и исцеление. Сталкиваясь с гонениями заслужения и исцеления, Иисус не прятал его в дальний угол, чтобы никого не сердить. Он был больше заинтересован в том, чтобы помочь людям, чем в том, чтобы соблазняющиеся были довольны. Он делал это прямо на улице. Где это уместно? Уместно просто, встретив прохожего на улице, сказать, «Послушайте, Бог исцелил меня, и Он сделает то же самое для вас. Можно за вас помолиться? Это уместно. Аминь». Конечно, будьте вводимы духом. Не просто делайте это без разбора. Дух Святой поведет вас и побудит вас. Но заметьте, Иисус исцелял прямо на улице. И люди не считали странным положить своих больных близких на постели на улице. Имея веру, вы будете делать то, что выглядит странно для других. Вы будете делать то, над чем другие будут смеяться. Но все это сообщество действовало. Итак, они клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Смотрите, близкие приносили больных. Так? Но и больным нужно было что-то сделать. Недостаточно было родственникам, близким хотеть исцеления больного. Больной человек, который не мог сам туда добраться, мог бы сказать, «Это мне не поможет. Я в такое не верю. Не выносите меня из дома». Он мог отказаться от того, чтобы его отнесли. Вы скажете, «Ну, он же был прикован к постели, его можно было заставить». Да, но его было бы так тяжело нести. Он мог бы, например, метаться по постели. И не было достаточно того, что больных принесли. Написано, что они прикасались к краю его одежды. Не близкие прикасались, а больные. Хотя эти больные были прикованы к постели, они все равно могли что-то сделать. Возможно, вы физически не способны сделать то, что может сделать совершенно здоровый человек, но есть что-то, что вы можете сделать по вере. Есть что-то, что вы можете сделать по вере. Послушайте, им не пришлось много делать. Им не нужно было встать и крутануть сальто. Не нужно было станцевать, устроить шоу. Им не нужно было ничего делать, чтобы кого-то впечатлить. Было достаточно просто протянуть руку и прикоснуться к одежде Иисуса. Это все, что нужно было сделать. И даже не обязательно было для этого иметь здоровую руку. Просто для примера, можно вашу руку? Скажем, она инвалид. Я могу взять ее за руку и сказать, «Просто дотронься, просто дотронься». Я могу поднять ее руку, если она хочет, чтобы ее руку подняли. Мы не знаем, возможно, кто-то был настолько слаб, что и руку не мог поднять. Но близкий мог сказать, «Давай поднимем твою руку, чтобы прикоснуться». Какой отсюда вывод? Важно, кто вас окружает по жизни. Важно, чтобы вас окружали люди, которые вместе с вами ожидают чуда. Аминь. Найдите друзей, полных веры. Найдите тех, кто будет верить вместе с вами и будет готов претерпеть неудобства, стоя с вами за ваше чудо. Кто будет готов подвергнуть себя неудобствам, чтобы вы могли получить чудо, в котором нуждаетесь. Аминь. Именно так поступили эти люди. Аминь. Какое маленькое действие, но его было достаточно. Это показывает, насколько сильно Бог хочет исцелять, как Он жаждет исцелять. Просто подними руку в моем направлении. Аминь. Бог не ожидает от нас чего-то огромного и радикального. Просто двинься в моем направлении. Просто пошевелись в моем направлении. И Бог побежит навстречу вашему движению. Сила вышла навстречу их движению. Аминь. Почему они прикасались к краю Его одежды? Им не нужно было встать и коснуться Его плеч, Его туловище. Лишь дотронуться до края одежды. А Его одежда была длинной. До нее легко было дотянуться. Иисус не сказал, вам нужно дотянуться до моего плеча или вот досюда. Нет, просто прикоснитесь где можете. Неудивительно ли, что просто прикосновение к одежде исцеляло? Как это происходило? Иисус был помазан силой исцеления. И Его одежда впитала ее. Это осязаемая субстанция. Хотя она и невидима, она осязаема. Я скажу так. Это духовная субстанция. В духовном мире вы наверняка могли бы увидеть субстанцию силы исцеления. В физическом мире ее не видно. Но ее воздействие очевидно. И хотя люди ее не видели, они осознавали, что когда кто-то прикасается к Иисусу, та сила, которой Он помазан, течет даже через Его одежду. И прикоснувшийся к одежде получает исцеление. Это поразительно. Вот как сильно Иисус хотел исцелить людей. Просто прикоснитесь. Он проходил там, где люди могли просто прикоснуться к Его одежде, потому что Он так сильно хотел, чтобы они исцелились. Люди говорят, ну это же Иисус, Он Сын Божий. Неудивительно, что такие поразительные вещи происходили. И они думают, что такое могло произойти только через Него и не через кого другого. Просто потому, что Он Сын Божий. Но позвольте сказать, если вы рождены свыше, вы Сын Божий. Вы не Иисус, но вы сонаследник Иисуса. Он наш старший брат. В книге «Деяний» 19.11 сказано, «Бог же творил немало чудес руками Павла». Что же это были за чудеса? Читаем в следующем стихе. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела Его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. С Павлом происходило то же самое. Павел не Иисус. Павел даже никогда не соприкасался с Иисусом во время Его земного служения. Однако, точно то же самое происходило через Павла. Так что это не происходило исключительно у Иисуса. Аминь. Это доступно нам, как сонаследникам и сыновьям Божьим. Итак, платки и опоясание соприкасались с телом Павла, когда он находился в помазании исцеления, когда оно проявлялось. И больным людям, нуждавшимся в исцелении, но не могущим быть там, где Павел, передавали это помазание при помощи ткани. Эту ткань могли отвести на большое расстояние, и помазание все равно работало. Ткань была наподобие аккумулятора. И когда на тело больного человека возлагали эту ткань, или он просто держал ее в руках и говорил, «Я верю, что помазание Божье, которое было на Павле, вошло в эту ткань, и я сейчас принимаю его в мое тело», помазание точно так же работало для него. И я хочу, чтобы вы знали, что это все еще работает сегодня. Это один из методов действия исцеляющей силы Божьей. Почему? Потому что Бог так сильно хочет исцеления людей, что даже если они не могут быть там, где вы находитесь физически, Он дал способ отвести помазание и исцеление к больному. Вот как сильно Он хочет исцелять. Аминь. Аллилуйя. Кто-то скажет, «Я просто не понимаю, как это работает. Вам не нужно понимать, чтобы поверить». Просто верьте. Просто верьте. Нет, вы не можете понять это своими органами чувств, потому что вы не видите эту силу в ткани. Но вы можете увидеть воздействие той силы, что в ткани. Аминь. Кто-то скажет, «Мне нужно исцеление, но рядом со мной нет никого с той силой исцеления, о которой вы говорите, которая была на Иисусе и на Павле». Послушайте, это всего лишь один из методов получения исцеления. Аминь. У Бога есть несколько методов. Почему? Потому что Он готов использовать любой необходимый метод, чтобы люди получили исцеление. Важен не метод. Важно, что Иисус – целитель. Вот что важно. Он жаждет исцелять людей, и Он исцелит вас. Не зацикливайтесь на методе. Если нет никого, к кому вы могли бы прикоснуться, если некому за вас помолиться, прямо там, где вы находитесь, вы можете сказать, «Я верю в силу Божью». Аминь. И я принимаю эту силу прямо сейчас в мое тело. Потому что сила Божья, исцеляющая сила Божья, реагирует на веру. Она реагирует не просто на метод. Она реагирует на веру. И при любом Божьем методе требуется вера. Так что просто высвободите свою веру. И не смущайтесь. Не будьте сбиты с толку методом, говоря, «Я не могу получить исцеление, потому что я не знаю никого, кто мог бы это сделать». Вам не нужен кто-то, кто может сделать то, о чем мы читали. Мы учим вас тому, что у Бога есть сила, и Он хочет дать ее вам. Просто верьте и ожидайте. Просто высвободите свою веру. И зрители, нуждающиеся в исцелении, просто повторите за мной. Я верю в исцеляющую силу Божью, Иисус. Я хочу исцелиться. И я принимаю исцеляющую силу в мое тело прямо сейчас. Чувствую я что-то или нет. Я беру ее. И я верю, что сила действует во мне сейчас. Поэтому у меня есть право называть себя исцеленным прямо сейчас. И я благодарю тебя, Отец, за то, что исцеление принадлежит мне сейчас. Аминь. И просто поклоняйтесь Ему. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok